Прошло немало времени с момента увеличения максимального уровня до 25. И пока что, очевидно, никто, честно, не дошел даже и до 23-го. Вы можете подумать, что да, но это не так. Не, ну, конечно, с помощью читов кто-то уже делал даже 25-ый улей, но в чем смысл? Да и вас забанят просто. Да, для кидов улей 25-го уровня такими этапами действительно займет у вас немало времени. А сколько именно? Посмотрите видео до самого конца, чтобы узнать, насколько абсурдными цифр встает в самом конце. Сначала давайте уясним. Мы говорим только о текущем состоянии игры, так как мы не можем предугадать будущее и обновления, и что в них будет добавлено. Мы не учитываем то, что с начала бизнеса не только что-то новое, возможно, будет добавлено. Также увеличится общее количество меда, которое мы сможем сделать. Мои расчеты не на 100% верны, так как полностью считать каждый событий с идеальной точностью не получится. И я, к сожалению, не Элберт Эйнштейн, и мои расчеты очень грубые и субъективные. Это видео не научная работа, так что некоторые факты будут просто опущены. Это все. Так вот, давайте начнем с вопроса. Какой самый эффективный способ фарма меда? Очевидно, синие макросы. Ааа, мой улейб... белый... Нет, сейчас не будет крутой нарезки под музыку, как не меняю цвет... к сожалению. Я спросил своего знакомого, который был синим немалый промежуток времени. Хоть и он сменил цвет практически сразу после конца бизнеса, он смог мне сказать, что его друг Риес, небезызвестный к слову, фармит. Он фул 21 уровень, так что за час он фармит в районе двух с половиной триллионов. Что кажется довольно неплохим количеством, ведь так? Ну тогда давайте просто посчитаем, сколько это займет времени. 73.1 квитриллиона умножаем на 50, получаем 3.84 секстиллиона, делим это на два с половиной триллиона, получаем полтора миллиарда часов. Много, не так ли? Это 175 тысяч 403 года. Крестонцевая эпоха закончилась 13 700 лет назад. 175 тысяч выглядит слишком невообразимо. Кажется мы кое-что забыли. Когда вы прокачиваете уровень челы, ее характеристики увеличиваются, а соответственно и ваш фарм за час тоже увеличивается. Мой знакомый также отметил, что синий улейб 20 уровня за час бы фармил около двух триллионов. Из этого мы можем сделать вывод, что разница между уровнями равна 2.5 триллиона разделить на 2 триллиона. А чтобы посчитать, сколько теоретически будет фармить следующий уровень, нам нужно просто умножить нашу пропорцию на фарм в час предыдущего уровня. Получается 3 триллиона 125 миллиардов. Так я и высчитал все остальные уровни. Затем делим каждое количество меда, нагруженное для каждой пчелы на следующий уровень, на количество меда производимого в час. И получаем уже меньшее число. Ну это конечно лучше, но если мы переведем это в года, это все еще 90 тысяч лет. Что немало, я бы сказал. Так, а может мы где-то опять ошиблись? С чего вы вообще решили, что синие макросы лучше с других способов фарма? Почему не белые бусты? Эта тема уже поближе ко мне. И нет, я не сделал буст для этого видео. Первое, от этого нет смысла. Я объясню почему так. И второе, мне не жаль ресурсов, которых у меня огромное количество. Мне просто лень если это все организировать. Людей там искать, когда в эту игру даже особо никто не играет. Так вот, почему не имеет смысл делать тестового буста? Потому что нет смысла делать бусты в классическом понимании из-за белой ливни бизнеса. Какое-то время назад, прогил Силенс или менее известный как Майкей, открыл все в Америку, что оказывается винт бусты переоценены. Спору нет. Они очень даже хороши, но в них нет необходимости, чтобы делать бусты под постоянным 4Х на полке. И поэтому делать очень неплохие успехи. И по сути за день так можно сделать сколько угодно меда, пока у вас не закончатся ресурсы. Но если вы будете практически 24 на 7 фармить ресурсы, ну максимально ресистским числом для 20 уровня было бы где-то 200 триллионов. Ну только если вам очень не везет. Спору нет, можно и больше. Но просто даже для 200 триллионов вам понадобится каждый день по очень много часов гриндить ресурсы. С нескольких аккаунтов. Ну или рабов найти, но за это вас канцелят. Ладно, не будем на этом так долго зацикливаться. Я не собираюсь учитывать среднее количество материалов добываемые за конкретное время. Считаем далее. И вы сразу заметите и напишите в комментариях Ты не умеешь считать дура, не так считать надо, ааааааааабррррррррррррррррррррррррр. И пока вы этого не сделали я сразу объясню почему мы все умножаем на 1.35. Видите ли, уровни в бисфарме довольно абстрактная вещь, которая на каждый уровень влияет по-своему. И на белый уровень они повлияют гораздо сильнее, чем на синий. Почему? Да потому. Как я знаю, синий уровень в основном-то в лицу фармит со своего тейтпопера, пока в белом всё держится на треугольниках и прочих билках пчёл. Но почему именно 1.35? Ну... У меня нет чёткого ответа, но предположим, Одно увеличение стата равно 1.05? Просто вы же слушаете меня, окей? Тогда смотрим. Цель увеличения уровня увеличивается. Количество сбора, это также влияет на количество собираемой пыльцы с помощью смайлика у Digital B, плюс ещё 1.05. Длительность всех марок от пчёл, длительность удлинения добавляемого Маркс Юрдж, а также голову сбора с его помощью. Количество сбора с помощью Target Practice, также её атаки, то тоже увеличивает сбор с помощью этой способности. Ну и, конечно, увеличение сбора пыльцы с помощью треугольника вектора. За что, в сумме с увеличенным ability рейтом других крайне важных пчёл, таких как в Индии, мы можем добавить 1.1 производимого мёда. В сумме получается 1.35. И от этого я отталкиваюсь. Я понимаю, что то, что вы только что выслушали, не имеет никакого смысла, так как у меня аргументация равна нулю. Но я попросил выслушать, и если нужно, я попрошу вас ещё раз. Слушайте? Хорошо. Понимаете одну вещь. В Бесфарме довольно большую часть геймплея занимает рандом. Даже не так. Все основные механики на нём построены. Далеко за этим ходить не надо. Буквально все эти трясущиеся циферки являются рандомными критами. Когда вы везаете яйцо или Роял Джелли, вы крутите барабан и получаете случайную пчелу. Я думаю, вы уже понимаете, куда я клоню. Что в Бесфарме случайнее белого буста? Ну, кроме вашего ничтожного шанса получить хороший Суприм Старый Амулет, да и не только вашего. Хе-хе. Ну так вот, во время белого буста может учиться слишком много случайного. Буквально основной механикой является Гамми Стар, который может появиться случайно. А может и гарантированно, хоть и не скоро. И появиться может как и в идеальный момент, когда вы сделаете просто абсурдное количество мёда. А может появиться и после отличного момента, когда уже у вас на поле мало что есть, и всё, что вы можете сделать с этим, это поплакать. И это даже не 25% от масштаба всех абстрактных случайностей, которые могут произойти во время вашего белого буста. Теперь вам больше верится в мои абстрактные сказки про 1.35? Хорошо. Потому что мне не очень. Но я думаю, вы уже, как и я, полностью запутались в том, что я вообще пытался сказать. Не так ли? Так что давайте просто перейдём к цифрам и не будем душить. Возьмём всё те же 200 триллионов в день и высчитаем по этой формуле с 1.35 сколько будет сравнить 21 уровень. При таких же прикладываемых усилиях. А затем просто по такой же схеме, как и в синих, мы высчитываем основные уровни. Также ссылка на документ есть в описании, и если вы хотите, вы можете чек, кто не обосрался ли я. Или если вы кандидат математических наук смерти, блять, убийства, вы можете даже попробовать усовершенствовать мои примитивные формулы для чего-нибудь немного менее абстрактного. Ну так вот. Точно так же высчитываем нужное количество дней и годов, и у нас опять получается тысячи лет. Твою... Кстати, примерно тогда знакомые нам 365-дневные года и были придуманы древними египтянами. Вот, кстати, разница между скоростью фарма следующего уровня синего и белого уля. Заметно, как разница растёт с уровнями. И это доказывает то, что если вы белый улей и подняли уровень, вы как будто на другой планете оказываетесь. К слову, это лучше видно на этом графике. Я также сделал и другие графики. Так что если вы не поняли, как всё устроено, и почему числа так быстрее увеличиваются, сейчас я всё объясню. Как видим, разница равномерности от между уровнями. Хотя... Казалось бы. Смотрите, какая огромная разница между стоимостью уровней. Если мы сделаем круговую диаграмму, мы вообще не увидим уровней ниже 24. Настолько разница огромная. А вот, кстати, разница между заработком на каждом уровне синего и белого уля. И это доказывает, что что-то в моей формуле всё-таки было правильным. Да, и тут идёт речь о часах, а там о днях. Но если мы умножим весь синий график на 24, это просто ничего не поменяет? Ладно, задушил, признаю. И да, я опять на немалое время пропал с канала. Да, это не круто. И сейчас производство видео будет немного замедлено из-за очевидных обстоятельств. Но на этот раз я постараюсь не попадать на месяц. Но я не обещаю. Ну так вот, какой вывод из этого видео мы можем сделать? При максимальных теоретически возможных условиях мы можем добиться 25-го уля за 6000 лет. А значит, вы сможете этого добиться, если начнёте прямо сейчас. Вы закончите в 8732 году. 11 ноября, 2.30. Но только в текущем состоянии игры. Так что флаг вам в руки, хоть вы и умрёте быстрее. Но я надеюсь, что вы не будете этим заниматься, так как вероятнее всего в вашей жизни есть что-нибудь поинтереснее, чем играть в игру про пчёл в раблоксе до конца своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok